давайте бактериальный рак бактериальный рак тоже хроническое заболевание опухоль, которую мы видим, это клетка, которая разрастается потому что бактерия там встраивается и начинается активное деление клеток и таким образом мы видим повреждения на стволе или на корнях раскорчеванные участки вы все помните, что бактерия в кофе сохраняется до 12 лет все двудольные растения она способна поражать единственным способом агротехническим это пространственная изоляция хотя бы 4-5 лет это черный пар или вы сеете там какую-то зерновую группу какие-то однодольные растения но зачастую такого очень тяжело сделать потому что я сама видела хозяйство которое там, скажем, раскорчевый виноград который погибает бактериальный рак и весной осенью посадили там, бактериальный рак и эска была осенью посадили там другой сорт я спрашиваю у директора, а что же вы это сама? там же кабарне росло, сейчас я леготей посадил ну как-то, сорта красные больше поражаются, белые меньше ну как бы по барабану что белые, что красные, бактериальный рак одинаково хорошо поражает все если у вас появилось я видела насаждение, которое в первый год имели признаки бактериального рака это 100% посадили с посадочным материалом, естественно раневой, паразит раневой то есть если у вас какая-то есть рана почему я, так сказать, призываю всегда, когда вот здесь морозобойно заделывайте их медью, потому что, опять же, это скорая, которая попадет то есть это, ну, как бы медь, значит, как бы у вас будет защита если у вас уже есть признаки, что делали мы и что работало, на самом деле работало безусловно казумин, да и казумин, вот против бактериального рака достаточно хорошо работает в норме 2 литра на гектар но если дадите 2,5 литра, то если вы поведете в следующем растении ну, тоже вообще будет хорошо если будете давать в каплю то это однозначно, опять же, у вас, ну, должно попасть хотя бы, я же говорю, что если в любом случае 3,5 тонны вот этой воды на гектар должно попасть и на тонны вы тогда даете почву казумин, а не 2 литра, если это будет бактериальный рак а все-таки давайте хотя бы 3,5 то есть увеличивать этот доступ потому что, в любом случае, всегда, когда мы работаем с почвой ну, нужно немножко увеличивать норму расхода препаратов паурин работает неплохо на бактериальный рак и у меня есть один виноградный подшипный который достаточно давно, когда начали работать паурином потому что 90% на второй год вегетации было с бактериальным раком причем был штамп, 2 рукава, которые человек подложил все было покрыто бактериальным опухолем это значит точность подлаточного материала первую обработку мы делали к высокому движению то есть вы просто поливаете и обливаете все паурином то есть когда опухоль начинает, как я говорю, спарить она будет в этот момент спарить вторую обработку с интермо... а норма какая? норма паурина, она была 5 литров килограмм на гектар причем там есть паурин 5 и паурин 6 один из них используется, как говорится, в этом не ководстве он более концентрированный мы брали тот, который используется по вегетации эти бактерии, в смысле, сам паурин их в свое время размножал белозерский ну как бы они являлись, так сказать, эксклюзивными облагателями они работали с Лимановой, так сказать, которая разработала его в Болголии и он на самом деле работал то есть вот этот виноградник, я видела с моими глазами, как его спасли если у вас... то есть и таких обработок за сезон 4-5 сезона то есть вы просто потом по вегетации поливаете его паурином то есть бактерия в сопроводящий сосуд попадает когда я просто прогоняюсь по сопроводящим сосудам и ее работаю после весной, это вот когда началось активное сокодвижение вы через каплю-то лучше всего, нет возможности через каплю поливаете просто пустынь то есть закройте верхние порсунки и просто обливаете пустынь если вы садите, вы понимаете, что есть какая-то угроза делайте болтушку, то есть вы берете, значит, тогда раствор казумина ну там пусть это будет 4 литра на гектар, ой на гектар говорю на, условно говоря, на 100 литров воды 4 литра казумина вы в ней вымачиваете саженцы это причем вымачивание не 5 минут, там 12-18 часов то есть вечера замочили под утро, так сказать, если будет садить до следующей день и потом в этой, вот когда вы их вымочили, вот в оставшейся этой жидкости которая вот осталась после вымочки, вы делаете болтушку ну там коровяк, там глина, там как вы делаете болтушку замачиваете корни и садите эти саженцы вот в таком виде потому что бактериальный рак такая зараза, что если находится в почве растительной остатки ну вы же не можете высеять всю почву, да, и как-то это сделать что если у вас, а безусловно, какие-то красивые почвы, там есть и нематоны, да, и какие-то насекомые, которые живут в почве если начнется или повреждение корешка, вы его посадили, где-то он взломился, и у вас есть свежий слом если рядом будет находиться возбудитель заболевания, у вас произойдет заражение то есть вы максимально должны вот это все посадить в таком, как бы, вот как, а прямо аж стекает эта болтушка ну как стекает, не прямо слежит, а так капает она вот, когда вы идете, она прямо, то есть это должно быть плотный вот такой кокок и у вас должно быть напито наше для того, чтобы это все попало в проводящую систему этот казумин если у вас есть старые деревья, которые вот вдруг случился вот этот бактериальный рак но там нужно, бывают на деревьях такие, знаете, наросты, которые невозможно сбить вот это я пыталась, мы тоже там спиливались, агронома, два человека пилила, смогли два здоровых молодых парня но кое-как не отпилили, то есть это разрастается просто в самой клетке дерева, но это не бактериальная рак в бактериальном достаточно мягкая ткань, то есть вы его легко там отдадали и так далее вы заделать, если это бактериальный рак, вы делаете зачистку, вот визуально, хроническая, невозможная но просто дальше у вас вот это место, ну то есть медь там поджигает вот эти здоровые ткани, как я говорю то есть принцип, когда мы делаем, ну концентрированный какой-то раствор, да, и обрабатываем пораженную поверхность поджигаются ткани, да, даже если это грибное заболевание, на этом субстрате как бы не развиваются грибы здесь бактерии, то есть вы сдираете и мажете, и потом дальше, после этой промазки сейчас у вас зададите вопрос, вы после этого, через там 7-10 дней, делаете обработку по-моему, сверху вот такой принцип а менее 3-5-3-5%? если 3% получится, делайте 3% то есть там не боится, ну понятно, что вы не боитесь, то есть это же не листья, а жены я знаю, один раз по своей наивности, ее уже нет, по-моему, в живых даже, царство небесное женщина Агранова в Николаевской области, когда она по персику работала, по вегетации 3% бортуской жидкостью, ну понятно, что она была правильно приготовлена, то есть она не, ну, были скат нейтральной среде то есть у них была там уклаканная бумажка в этот момент, по-моему, там что-то такое а я же, у нас же учили, что вегетацию только 1% и так далее, я там же, там, выступила с питчем таким она мне говорит, вот та же фраза, она мне сказала, пусть у нее лучше обожжется немножко, этот самый цветок если у меня там, да, и потом я потом буду биться, а там зона, которая курчалась, страшное делать она вот покурчалась и так срабатывала поэтому по сволу точно 3% борту скажите, не бойтесь Елена Павловна, Паулин покапывает 3-5 литров на 1000 литров воды, ну, да, и вы, ну, Паулин опять лучше берите да, 3-5, да, и с интервалом 10 дней, ну, второй раз прокапывает а по бактериальным болезням, ну, как они пишут, опять же, вот препараты, которые на основе бактерий фриходермин, вот это, фриходермин, вот там, вот есть бактериальные препараты, которые рекомендуют в биологическом земледелии, но именно фриходермин говорят, что вот в литературе есть данные, что они там назят еще в распространении вы можете где-то просто вегетацию, если у кого-то есть проблемы, еще сделать обработку с этим продуктом еще просто, а гуманты действуют положительно на этих болезнях или нет? положительно в смысле в плане развития а, а, просто вам иммунитет значит, смотрите, все, что поднимает иммунитет, ну, в том числе, там, препараты, которые содержат аминокислоты вот этот фитоалексин, который вырабатывается потом, это все повышает иммунитет, в том числе по бактериальному рамку препараты, которые богаты азотом, они не работают на то, что прямо лучше бактерии развиваются, но активный рост побегов, которые они провоцируют провоцируют активное распространение бактерий, они протягиваются по сосудам и стрелям вот как бы, то есть, больные, вот, больные сеносаждения, там нужно очень осторожно быть с азотными надавлениями по деструктору английских, какие бактерии хорошо раскладываются в континентах? я название, честно, не скажу так, любые так, надо посмотреть, кто стоит но, конечно, когда вам скажут, что, я говорю, что, там внимательно только надо четко технологии применения то есть, если надо запахать, значит, надо запахать если запахать, как бы, ну, там, понимаете, как? если вы способны запахать, то есть, если вы листья полностью запашите на глубину 30 сантиметров, то вам уже и уже и не надо ничего, условно говоря азотер добавили, так, вот это, потому что паршат этой глубины никогда к вам не поднимется, она должна быть на глубине ну, дисковка 10-15 сантиметров 10-15 сантиметров парша не достанет вот она на поверхности вот 5 сантиметров, на поверхности и на глубине 5 сантиметров но, если листья не разложится на глубине 10-15 сантиметров в этом году, ну, не хватает, бедная почва, и вы его на следующий год поднимете наверх то парша способна сохраняться 2-3 года на листовой плане, если он не разложится то есть, это, знаете, как, ну, то есть, вы сейчас как бы влачете задавать вопросы, а я что-то еще нанесу то есть, невозможно сейчас всю картину сразу создать то есть, может быть, вот так, или вот так, или вот так это вот сезон наступит, как вот, ну, звоните, как я говорю, пишите так, и у нас так, и у нас вот 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 вот